Я провоевал год на передней линии обороны, вернувшись домой, от родных нашел поддержку, а все эти воспоминания, которые меня беспокоили, не остались в моей голове и не давали покоя. И поэтому я пристресился к алкоголю. Получилась, как называемая, зависимость алкогольная. Как долго у тебя, сколько времени прошло после возвращения с АТО? Два месяца. И эти два месяца возникла и алкогольная зависимость. А как повлияло на твое настроение, поведение, те все события? Дело в том, что эти картинки были очень эмоциональные и красочные в голове. Я возвращался к этим воспоминаниям. Чтобы как бы это забыть, он как бы расслабился. Начинал выпивать. Помогало или вначале помогало, а потом не помогало. На какое-то время, да, на какие-то приключения всевозможные. Но на своей жизни это все повторялось. И в итоге, уходя от одной эмоциональной, как бы все больше и больше я окунулся в эту алкогольную зависимость. Ты у нас сколько на сегодняшний день уже пробуешь? Четвертая неделя. Четвертая неделя, да. Что тебе дало пребывание здесь? Есть те все процедуры лечения? Во-первых, что поменялось. Во-первых, да. Самое главное, что я избавился от ярких эмоциональных картинок посредством сеансов работы врачей со мной. Вот. Это все-то двинулся на задний план. Я уже не вспоминаю так ярко, как мне это не тревожит. Да, в памятнику все осталось, потому что эту память искоренить нельзя. Вот. Но я уже не обращаюсь ни к ним, как бы, ну... Нет такой яркой, красочной картинок. Вот. То есть вылечился как психологически, так и физически. Полная антипатия в алкоголю, а что касается памяти, то память так и осталась. Но в этой картинке стали черно-белыми и ушки на задние. Они тебя сейчас беспокоят или нет? Нет, не беспокоят. То есть на твою жизнь они, можно сказать, не влияют или влияют, хоть чуть-чуть там. То есть с алкоголем это была страшная гремящая смесь, как бы, ну вот, которая сподвигала меня к этому признать. А теперь сейчас и чувствую себя как оздоровился физически, так и психологически. Ну вот. Готов возвратиться к нормальной человеческой жизни. Спасибо. И если тебя будут видеть побратимы, что ты можешь сказать им, если у них есть такие тоже проблемы? Главное не распроститься ко всем этим алкоголям, наркотикам. Это не поможет вам. Это больше усугубит. То есть потеряете здоровье и, не дай бог, семьи, дети, все это сильно отразится на вашем здоровье и на окружающих. Хорошо, спасибо.